Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы сможем прикоснуться к словам Священного Писания и, конечно же, мы будем молиться о тех просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале помолиться и пригласить Господа в нашу студию. Помолимся! Дорогой наш и любящий Отец Небесный, мы преклоняемся пред Тобой, мы благодарны Тебе и за этот день, который Ты нам подарил, и за эту возможность, возможность свидетельствовать о Тебе, о Твоей любви, о том, что Ты внимателен к нашим молитвам и всегда-всегда отвечаешь на них. Благослови, пожалуйста, нашу программу и пусть этот эфир станет благословением для многих. И пусть в этом эфире все будет звучать только для Твоей славы, любящего Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете прямо сейчас написать нам внизу под этим видео в строке комментариев. Или можно их выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще, если вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у вас есть молитвенный опыт, который мы хотели бы поделиться здесь, в нашей передаче, Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя нашей сегодняшней передачи Александра Патлис. Александр, здравствуй. Добрый день. Очень рад, что в этом плотном графике ты нашел все-таки время для того, чтобы поучаствовать в нашей программе, поделиться своими молитвенными опытами, рассказать немножечко о своей жизни. Для тех, кто, может быть, не знает, кто такой Александр Патлис, вот, я задам несколько вопросов просто для ознакомления, чтобы наши зрители и слушатели могли как-то уже представить, кто будет рассказывать сегодняшний молитвенный опыт. Скажи, пожалуйста, откуда ты родом? Я родился в городе Гродно, это западная Беларусь, западная часть Беларуси. Вот, учился там в школе, в музыкальной школе, потом заканчивал там музыкальное училище. Всю жизнь занимался музыкой, в основном пел, хотя по специальности баянист. Да. Музыкальное училище по классу баяна, да. И в армии тоже. А в армии какой инструмент? Я не на баяне играл, а в армии я пел в ансамбль «Алые погоны». Я служил в 120-й городейской Рогачевской дивизии на восьмом километре. Рогачевская, да? Рогачевская, да. И уволился в звании младший сержант. О, ну хорошо, значит, пел. Хорошо пел, да. Допелся, да, до младшего сержанта. Отлично. Ну, Александр, а можешь ты похвастаться? Нет, не похвастаться. А с удовлетворением так сказать, что я родился в семье верующих родителей. Я могу сказать вдохновенно, что я родился в семье неверующих родителей. И как большинство моих сверстников, потому что мы как раз-таки родились в эпоху процветающего коммунистического строя, который пытался пленить... Пленить сердца людей, да. Всего мира. Да, разные страны. Но этого не получилось, потому что Ленин лежит там, где он лежит, а гробница Христа пуста. Он воскрес из мертвых. Но я благодарен моим родителям за то, что они мне подарили жизнь, за то, что они заботились обо мне, участвовали в моей жизни. И я искренне признателен им и благодарен. Ну а как все-таки, как произошло знакомство, встреча все-таки с Богом? Ну вот сегодня у нас как бы тема программы молитвенная. О молитвах и что производит молитва, что делает молитва, что такое молитва. Могу сказать так, я был музыкант, и у нас уже была группа, которая называлась Кэти Сарк. Мы вместе с ребятами репетировали какое-то время. Знали мы друг друга по различным рок-фестивалям, которые проходили в Белоруссии в 80-е годы. В 90-е мы уже встретились. В 91-м году на одной из вечеринок мы встретились. Ребята были группой. Я пришел просто с друзьями. И мне предложили быть вокалистом в группе Кэти Сарк. Вот так вот мы стали репетировать. А спустя какое-то время, буквально, может быть, спустя несколько месяцев, к нам в студию стал приходить один молодой человек. Его зовут Володя Сокол. И он приходил и начал нам говорить какие-то странные вещи о Боге. И, в общем-то, он нам приносил современную христианскую музыку. Майкла Даблу Смит. Различные такие. Эми Грант, такая известная в Америке, христианская певица. Множество Грэмми у него. Потом Кармен такой певец. Есть множество-множество записей. И мы слушали эти музыки. Мы не понимали, что общего между христианством и современной вот такой музыкой. Потому что представление у нас было, что христианская музыка – это то, что в православном храме поет хор или в католическом храме играет орган. Но оказалось, что есть современная христианская музыка. И чтобы петь о Боге, не обязательно использовать только какой-то один стиль музыки. Самое главное – иметь правильное сердце, чистое сердце, сердце верующего человека и петь о Боге. Мы говорили, Володя, все, давай, заканчивайте все разговоры, давай в другой раз как-нибудь. Но он приходил и приходил. Настойчиво. Настойчиво, да. Потом он нас пригласил в гости к пастору Вениамину. Вениамин Брух, церковь Иисуса Христа Минске. И Вениамин как раз только вот они начали служение, начали церковь, буквально, может быть, еще год был. И в церкви еще не было музыкантов. И Володя говорит, вот, возможно, вы можете в этой церкви, как музыканты, будете играть. Мы подготовили несколько песен, таких христианских. И пришли в гости к пастору Вениамину, общались на кухне. Это был конец 91-го года, зима. И мы общались, и он нам говорил о Христе, говорил о призвании, говорил о жизни человека, для чего пришел Христос в этот мир. Мы несколько часов общались, пили чай, ели мандарины и ждали момента, когда он скажет, ну, спойте что-нибудь. В общем-то, когда мы дождались момента, что-нибудь спойте, Вадим сел за клавишей, я начал петь. Вениамин сказал, очень хорошо, классно, профессионально, но здесь чего-то не хватает. Мы говорим, чего здесь не хватает, в общем-то. Мы понимаем, чем мы занимаемся. И, в общем-то, мы выступали перед большими аудиториями уже на тот момент, и мы понимали, что мы делаем. Он говорит, ну, чего-то не хватает. Ребята говорят, Саня, ну, давай, спой. С душой все спой. Ну, я, насколько мог, еще спел. Еще больше душу, как говорится, пытался излить в этой песне. Вениамин тогда сказал очень мудрые слова, чтобы петь о Боге, надо знать Бога. Вот здесь надо. Надо знать Бога, да. И мы задали вопрос, как может произойти эта встреча. И он сказал, что вам необходимо покаяние. Что приходящий к Богу должен веровать, что он есть. И тем, кто ищет его, Господь воздает. И вот так вот мы пришли в странную церковь, как нам показалось. Люди пели песни, поднимали руки. В общем-то, была проповедь. И для нас это было немножко непонятно, потому что православная культура, она впиталась в нас. Хотя мы не были православными христианами. Так мы пришли на одно собрание, на другое собрание. И то, что проповедовал пастор, очень сильно касалось наших сердец. И 12 января 1992 года мы всей группой вышли вперед к алтарю и молились молитвой покаяния. И приняли Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем. И со мной стали происходить очень интересные вещи. Я начал просто до двух, до трех ночи читать Евангелие, чтобы, как говорится, понимать, в кого я уверовал. И книжка, которую я читал, в момент, когда я учился в школе, она была запрещена. Библия была запрещена. В общем-то, была другая религия коммунистическая, комсомол, все вот эти структуры. Но у этой истории есть другая сторона медали. Володина мама, ее зовут Нина, она была регентом хора в церкви Благодать Нагурского в Минске. Большая церковь пятидесятников, евангельских христиан-пятидесятников. И она была музыкантом, но она не могла никуда поступить в силу своих евангельских убеждений, как христианка. Ей не давали возможность поступить из-за того, что она открыто исповедовала. Но это было в шестидесятые, в семидесятые. Ну, в те годы, конечно. Но и у нее всегда в сердце было большое желание, чтобы в Беларуси была группа, которая могла бы играть для молодежи. И она просто стала молиться. И в сердце она почувствовала такой, знаешь, голос Божий. Она услышала, что Господь сказал, я подниму в Беларуси группу, которая сделает для меня большую работу. Большую работу. Она сказала об этом своему сыну Володе. И Володя пошел в одну церковь, во вторую, в другую. И эту группу как не находил. Стал молиться и думал, ну, может быть, мама все не так восприняла, как надо. Что-то не так, поняла, да. Да, может, это не от Бога, а просто ее желание. Вот, такое же тоже бывает. Вот. И он начал молиться и в сердце почувствовал, «А почему ты ищешь только среди верующих людей эту группу?» Вспомни о своих друзях-музыкантах, которые не знают Бога. И он вспомнил о бас-гитаристе Гарик, которого зовут, который играл с нами в тот момент в этой группе, Кэти Сарк. Они созвонились. И вот так вот Володя попал к нам в студию. И вот так он вас привел к пастору. К пастору. А потом вы пришли в церковь. Да, и потом мы пришли в церковь. Потом в январе мы уверовали. А пастор Вениамин, он сразу поддержал нас и сказал, «Ребята, 17 мая делаем ваш концерт». И мы начали к 17 мая готовить программу, новые песни. Песни петь уже о Боге непосредственно. И в ДК текстильщиков Минске на Притыцкого собралось, наверное, человек 700 в зале. И мы дали, как Новый Иерусалим, группа свой первый концерт. Вот этот первый концерт, и это тогда появилось название Новый Иерусалим. Название чуть-чуть раньше появилось, потому что мы думали, как мы будем называться, как группа. Вот. И читая Евангелие, и с нами был еще один наш друг, который как администратор помогал нам, Константин. Он из крестьянской семьи, он достаточно хорошо знал Евангелие. Он открыл книгу «Откровение», 21 главу, где написано о небесном городе, сходящем свыше, о Новом Иерусалиме. И вот так вот мы взяли это название «Новый Иерусалим». Да, это легендарная группа. Для тех, кто пришел в церковь, кто принял Бога в 90-е годы, вот я один из тех, молодой человек пришел. Вот. И, конечно, группа «Новый Иерусалим» для меня сыграла огромную роль. Вот эти песни в дизайне Божьем, «Мы дети одной любви». А они вот как-то меня, можно сказать, даже вот эти слова, они так касались, что они воспитывали. Вот я в них находил то, к чему я всю жизнь стремился. Не всегда это замечал, но это всегда было у меня в сердце. Вот стремление к Богу. Так что в формировании группы «Новый Иерусалим» молитва имела далеко не последнее место, я так понял. по молитвам вот этой сестры, а потом еще и ее сын, вот Володя, да? И, да, Нина, кстати, Нина Сокол, она проживает на данный момент здесь, в Сакраменто. Вот. А Володя Сокол, очень хороший мой друг, мы по-прежнему поддерживаем отношения, он живет в Вашингтоне, в штате Вашингтон. Вот, слава Богу. Слава Богу. Ну, а какое место занимает, ну, это, может быть, немножко личный вопрос, какое место молитва занимает вот в твоей жизни, в жизни твоей семьи? Одна из первых молитв, наверное, которую я говорю каждое утро, это такая традиционная еврейская молитва, когда еврей просыпается, открывает глаза. Первое, что он говорит, даже лежа в постели. Благословляю тебя, Бог, небо, земли, Бог Всевышний, за то, что вернул душу мою мне. Ибо велико твое доверие ко мне. Некоторые молятся, велика твоя вера в меня, либо твое доверие ко мне. Я сейчас это все своими словами сказал. Почему? Потому что, когда мы просыпаемся, или когда мы спим, мы не контролируем свою жизнь. Да. И когда ты открываешь глаза, это значит, Бог тебе дал новый шанс, дал новый день, и твоя душа, она сегодня еще принадлежит тебе. Вот. И каждое утро с моей семьей, я рано уезжаю на работу, но перед тем, как ребенок наш Леон уезжает в школу, на громкой связи они с Татьяной находятся в машине, это утром только у нас. И мы по громкой связи молимся, мы благословляем Бога, мы благословляем друг друга, мы просим, чтобы Господь вел нас, чтобы Бог по слову своему благословил наш выход, благословил наш вход, чтобы споспешенствовал нам в делах рук наших. Мы просим у Бога благорасположения, Божьего благоволения. Мы молимся за Леона, потому что ему, он второй год как учится в американской школе, чтобы Бог давал мудрость ему, разумение, знание, терпение. Приобретать все необходимое, как в школе, как предметы, и все. И Господь благословляет, мы благодарны Богу за то, что в этой стране, где полтора года назад мы начали жить сначала, Господь не покидает нас, Он с нами, и Он остается верным. Мне очень понравилась фраза, которая сегодня здесь звучала, что молитва может двигать горы. И очень часто эти горы, они находятся внутри нас. И внутри себя некоторые горы, я просто могу называть горы сомнений, горы неверия, где-то недоверия Богу. Я верю в то, что Бог, Он неизменный. Христос воскрес из мертвых, и Писание нам говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки Он тот же. Очень много свидетельств о том, что происходило после определенных молитв. Но хочу вспомнить одну историю, которая произошла в 2000-х годах здесь, в Соединенных Штатах Америки, в городе Коламбах, штат Ахая. Мы тогда с группой Новый Русалим были в поездке в Америке, были со служениями, служили, выступали в церквях. Утром у нас, среди недели, у нас были иногда свободные дни. Выходные такие. Выходные дни, да. Мы всегда встречались с утра на молитву. Всей группой молились, и потом уже разъезжались кто куда. Ну, так как у нас был один вен, на все разъехаться мы не могли друг от друга. Приходилось. Друг от друга далеко, и поэтому мы планировали, куда едем. Ладно, надо женам купить то, 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 то. Детям надо купить то, то, то. Американский молл, магазин ГЭП. Мы стоим что-то из одежды с Игорем Копыловым. Это гитарист группы Новый Русалим. Выбираем. И люди вокруг нас обратили внимание, чернокожая женщина зашла с маленьким ребенком. Вот. И спустя какое-то время, через 5 или 7 минут нахождения в этом магазине, мы услышали просто душераздирающий крик «Майкл, Майкл». Эта женщина, да. Эта женщина, да. Она кричала имя своего сына, маленького ребенка, может быть, ему 9 месяцев. Он совсем-совсем маленький. Да, годик, может быть, чуть больше. Вот. И он у нее на руках лежал просто обмякши, как матерчатая кукла. Она его трясла, и он не подавал признаков жизни. Почему? Я запомнил это имя «Майкл, Майкл», потому что это очень громко это все в магазине произошло. И у нее началась истерика, слезы, и она не понимала, что ребенок был вот... Мы смотрели, это был как будто мертвый ребенок. Медики могут свой диагноз поставить. Я не знаю, я не медик, да. Но он просто болтался, не подавая признаков жизни. Мы подошли к ней, Игорь Копылов обратился к ней и сказал, «Позволите, мы помолимся за него?» И она сказала, «Да». И мы возложили просто свои руки и попросили Бога, чтобы Господь той силой, Который воскресил Христа из мертвых, вернул этого малыша к жизни. И там вот в этом обычном магазине ГЭП произошло вот это чудо. Спустя несколько секунд после нашей молитвы ребенок стал дышать, открыв глаза, начал приходить в себя. И когда уже приехала emergency, приехала 911, скорая помощь вот со всей вот этой каталкой, ребенок уже дышал и чувствовал себя нормально. И это было очень сильным потрясением для меня, потому что у нас не было времени духовно настроиться, у нас не было времени как-то прям какую-то и проповедь прочитать. Это было настолько вот очень быстро, очень оперативно, сиюминутно. Я очень долго размышлял, насколько у Игоря хватило смелости подойти и предложить ей помолиться. Так у него первая была такая вот, ну, пришла мысль такая, помолиться. Да, он подошел, говорит, можно, мы вместе подошли, потому что ситуация, мы подошли посмотреть, что происходит. Мы оказались рядом, и он предложил помолиться. И мы вместе стали, просто помолились, и Бог совершил вот это чудо. Да. Поэтому я могу сказать, что молитесь и ожидайте ответа на свои молитвы. Это вот, получается, у меня был вопрос, какое место занимает молитва в твоей личной жизни? Вот оно. Да? Что-то произошло? Это вот произошло вот такое. Ну, для нас это было как что-то сверхъестественное. Это было как чудо в том магазине. Такие вещи, они укрепляют веру. Потому что ты видишь не просто, ты знаешь, не только Бога по теории, ты видишь его действия в своей жизни. И сверхъестественное действие, я бы назвал. Буквально несколько месяцев назад у нас был цикл проповедей в церкви, сверхъестественная церковь. И я сосредоточился на слове сверхъестественное. И я начал размышлять над этим словом, и я понял, что слово состоит из двух частей. Сверх, это что-то сверх того, что можем мы как люди. И есть естественное, то, что мы как люди можем делать. И я увидел, что мы как люди, мы можем читать Писание. А Бог может открываться нам в этом Писании. Это, между прочим, тоже сверхъестественное. Да. Открытие Бога для человека. Но Бог сверхъестественное делает, когда мы делаем естественные вещи. Молитва, она может стать естественной частью твоей жизни. Понятно, что надо предлагать усилия, потому что Писание говорит, что многое может усиленная молитва праведного. Раз. Второе. Где слово усиленное звучит? Со времен, наверное, крестителя, да и по сей день, Царство Божие усилием берется. И прилагающие усилия, что делают? Восхищают его. То есть, происходит что-то в духовном мире, в Царстве Божьем, что-то необычное, когда мы делаем правильные, естественные вещи, духовные. И молитва – это один из наших, скажем так, наших духовных практик. Когда мы молимся, мы показываем, что наша жизнь и день, который у нас есть, он не просто принадлежит нам и зависит от нас одних. Почему важно, почему важно, да, во второзаконии, когда Бог давал Израилю поступать будете так, 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 я буду благословлять. И говорит, я благословлю твой вход и благословлю твой выход. И поэтому каждый раз, когда вечером мы дома, мы благодарим Господа за то, что мы все вместе, мы видим друг друга. Бог благословил наш выход и Бог благословил наш вход. И мы благодарны Ему за это. И даже мне мысль такая пришла, то есть молитва, она должна быть естественным для христианина, да, и даже когда мы не видим сверхъестественных проявлений, как в том магазине, например, да, вот, все равно сверхъестественные вещи, они происходят в нашем сердце. Да, они происходят, может быть, даже не в нашей жизни, мы можем молиться за других людей, да, и в жизни других людей будут приходить ответы на их нужды. Спасибо большое. А какой молитвенный опыт ты приготовил вот на нашу передачу? Мне как музыканту очень часто приходилось ездить, приходилось ездить, когда еще там был, в различные страны, другие, Украина, Россия, Молдавия, Польша, Европа иногда. И близлежащие, да? И ближнее зарубежье, да. У меня было приглашение, со мной связались люди с Украиной, и с Киева, и они хотели, чтобы я приехал с выступлением. Это был, не помню, какой год был, было Евро, Еврокубок был, Евро-12, наверное. А, по футболу, да? Да, по футболу. Именно Евро-12, по-моему, проходило на тот момент в Украине. Вот, на каких-то, я точно знаю, там... Ну, Киев это 100% тоже был, да? Да. И Евангельские церкви, они очень много свидетельствовали молодежи, организовывали площадки, ставили экраны, чтобы собирали молодежь, подростков, чтобы они могли смотреть футбол. И когда молодежь смотрела футбол, это притягивало их. Они выходили, еще благовествовали им, раздавали новые заветы. И вот меня пригласила одна церковь, чтобы я приехал. И когда я начал узнавать о условиях приезда, техническая сторона, транспортная сторона, все-все-все-все нюансы, меня не все устраивало в этой ситуации, меня не все устраивало в условиях, чтобы я мог приехать. И я им отказал. 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 И сказал, что я не смогу приехать, у меня есть определенные условия, на которых я могу приехать. И я им отказал. Хотя ты понимал, что это как бы евангельское служение получается. Ну, понятно, да. Но у меня есть определенные принципы и требования профессиональные. Ну, это понятно и естественно. Есть своя специфика. То есть можно, конечно, и на балалайке с баяном сыграть, но если ты хочешь что-то сделать для молодежи, которая смотрит телевизор, которая слушает качественную музыку, то мы можем сделать божественно, можем сделать убожественно. Одна буква и как много меняет. Правильно? Ну, да. И поэтому я сказал, что у меня не получится приехать. Но в 5 утра, в 5 утра, я просто сверхъестественно проснулся сам. И я пошел молиться. Я начал молиться. И Бог, я просто чувствовал в своем сердце, что Бог побуждал меня, чтобы я ехал. Чтобы я отодвинул все какие-то свои условия, свои пожелания, какие-то свои критерии. Чтобы я просто поехал и служил. И когда Татьяна моя проснулась, жена, я ей сказал так и так, что я чувствую побуждение. Нас приглашали вдвоем. Я чувствую побуждение, мы должны ехать. И уже в 7 утра или в 7.30 я перезвонил им, и я прямым текстом сказал, что пастор, я чувствую, Бог побуждает, что я должен быть у вас. Я должен ехать. У меня вопросик уточняющий. То есть в 5 часов это неестественное время для просыпания, да? Нет, я просыпаюсь рано, но тогда я проснулся вот так вот. Есть, когда ты просто в 5 утра просыпаешься и пошел туда, кофеек, еще какие-то, туалет утренний. А когда ты проснулся вот так вот, сверхъестественно, в 5 утра с мыслью, что тебе нужно идти молиться и что ты должен быть в этом городе, куда тебя приглашают. То есть было побуждение помолиться, так? Молиться и именно вот об этом, да? Я проснулся, да. У меня побуждение, что я должен молиться и ехать. И я почему я начал молиться, я хотел проверить свое желание, не пропадет ли оно у меня. Да, и это не ошибка ли какая-то, да? Вот я поэтому хотел уточнить, потому что это очень редко бывает. То есть побуждение молиться, но оно есть побуждение в каких-то особых случаях. Это как бы нормально, естественно. Есть вещи, когда ты, ну, мы как уже христиане, у которых есть опыт, ты можешь ехать за рулем, ты можешь что-то делать, и ты чувствуешь, как внутри тебя возникает, как будто Дух Святой тебя побуждает молиться за кого-то или о ком-то ходатайствовать. Или иногда, когда ты начинаешь молиться, и Бог побуждает тебя написать какие-то слова вдохновения, ободряющие, поддерживающие слова к какому-то человеку, которому ты вообще не планировал сегодня писать и звонить, и завтра, и послезавтра, и через месяц тоже. Ну да, понял. Но почему-то Дух Святой побуждает это сделать. Да, есть такое. Да. И что, и Татьяна, как Татьяна отреагировала? Татьяна у меня, она... Солдат, да? Она очень оперативна, да. Она сказала, ну, ей, во-первых, нравится Киев, нравится Украина. Да, да, да. И она сказала... Красивый город. Она сказала... Она чувствует... Она не всегда одобряет, когда я говорю некоторым нет. У нее срабатывает такое вот женское, что, ну, мы же должны, ну, надо, надо. Вот. И я позвонил пастору, и сказал, я чувствую в своем сердце, Бог меня побуждает быть у вас. Когда мы приехали в эту церковь, аппаратура была на высшем уровне, на самом деле. Ух ты! Они нам оказали очень хороший прием. Они собрали, они работали по школам, евангелизировали, свидетельствовали, раздавали мои записи. Угу. И пригласили полный зал молодежи в церковь. Это был прекрасный концерт, это одно. Второе, в конце своего концерта я говорил о Христе. Я говорил им о том, что Бог может изменить вашу жизнь, вашу судьбу, если вы доверите Ему, что Он дал вам жизнь. И в Его дизайне для каждого из вас есть место. И, по-моему, около, может быть, человек сорок, может, чуть больше, ребят молодежи, покаялась и приняла. Вышла на сцену, да? Да. И не было возможности уходить. Они просто стояли в зале и поднимали руки и молились вместе со мной молитвой покаяния. Слава Богу. Господь побудил поехать. И как приятно видеть плоды. Вот Бог побуждает, и ты потом понимаешь, все складывается, пазлы, и ты говоришь, вот для чего Бог. На самом деле, да. Для этих ребят. Мне понравилось, что вот в то время смогли использовать вот эту шумиху вокруг Европы, вот этого Кубка Европы по футболу, да? Да, да, да. И вот привлекать молодежь, подростков, просто людей, которые любят футбол. Очень хорошая была идея. Да, очень креативно, спортивная. И потом, когда вы уже ехали с Татьяной домой, ты чувствовал себя с чувством выполненного долга. Было такое чувство выполненного долга? Я не только чувство выполненного долга, мне в эти моменты, знаешь, что, Сергей, я благодарю Бога, что я смог быть послушным. Аминь. Вот, что я смог быть послушным, а не настоял на своем. Ведь я мог настоять на своем, и ничего бы этого не произошло. Поэтому важно иметь мягкое сердце и быть чуткими к Духу Божьему. Да. Не потому, что я сейчас, как говорю, что я такой чуткий к Богу, какой-то особенный, я просто хочу ко всем обратиться, кто нас смотрит сейчас, что имейте мягкое сердце, чуткое сердце. Да, и аминь. Александр, спасибо большое. Спасибо за этот опыт и за истории вот эти житейские, тоже опыты в жизни. Спасибо, слава Богу. Я попрошу буквально через несколько минут помолиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. Друзья, вы задавались вопросом, что побуждает человека молиться Господу? Думаю, многие могут перечислить причины, побуждающие молиться. Это нужда, беспомощность, одиночество, слабости, осознание греха, переживания о родных и близких, любимых людях. А кто-то может дополнить. А может быть, просто желание пообщаться с любящим небесным Папой. Да, почему бы нет? Прекрасное желание. А может быть, есть еще что-то, что побуждает нас молиться к Богу. Давайте вспомним последнюю, 42-ю главу книги Иова. Ну, в первых стихах там описывается, что после долгих дебатов с Богом Иов признает величие Творца во всем и говорит «раскаиваюсь в прахе и пепле». Что интересно, он так и не получает ответ на изначальный вопрос «за что на него свалилось все это горе?» А затем мы читаем слова Бога к Елефазу, к другу, который первый начал обличать Иова. Я хотел бы прочесть эти слова. «Пылает гнев мой на тебя и на двух твоих друзей за то, что вы не говорили правды обо мне так, как слуга мой Иов. Потому возьмите с собой семь бычков и семь козлов и пойдите к слуге моему Иову. Принесите их в жертву всесожжения за себя и слуга мой Иов помолится о вас, ибо я буду благосклонен только к его просьбе не воздать вам за ваше безрассудство, потому что вы не говорили правда обо мне так, как слуга мой Иов». Вы заметили, да? Бог сказал ему Иов помолится. А с чего это Господь решил, что Иов будет молиться о них после того, что они наговорили друг другу. Друзья, кто из вас нашел в Библии просьбу Бога к Иову, чтобы тот помолился за своих друзей? Я тоже такого не нашел. Но Иов помолился. Что побудило его молиться за друзей, обидевших его? А может правильнее задать вопрос не что, а кто? Что или кто побудил нашего гостя Александра помолиться вот те утренние часы и быстро изменить свое решение? Выходит, друзья, наши молитвы нужны не только людям, о которых мы молимся, да и не только нам самим, но, выходит, они нужны и нашему Небесному Отцу, ведь Он не только получает огромное удовольствие от общения с нами, но имеет возможность не только прощать, а и спасать тех, кто рядом с нами. Не знаю, как вы, но мне не хочется лишать Небесного Папу такого удовольствия. А вы сами что обо всем этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы. Вы сможете их прочесть еще и в конце нашей программы. Ну а те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим наши молитвенные группы, будем молиться о них и покажем их в следующем нашем выпуске. Ну а сейчас я хочу попросить нашего гостя Александра. Алекс, пожалуйста, помолись о тех молитвенных просьбах, которые на этой неделе к нам пришли, и о тех, которые, может быть, не дошли во время этого эфира, они не пришли к нам и мы не озвучили их. Помолись, пожалуйста, и о том, чтобы у всех нас, христиан, было вот то мягкое сердце, которое слышит голос Бога и то побуждение, которое Он часто нам дает, чтобы оно не было так пропущено, чтобы мы были внимательны к Ему голосу. Пожалуйста, помолись. Наш Небесный Отец, мы приходим в этой молитве к престолу Твоей благодати, благословляя Твое Святое Имя, Имя любящего Бога, сотворившего нас по образу и подобию своему. Ты Бог, который любит людей, потому что Ты создал нас, и мы Твое творение. Я молюсь себе сегодня за каждого человека, который сейчас смотрит эту программу, за каждую нужду, за каждую боль, за каждую желание сердца, Господь, за мечты, которые есть у людей, Отец мой Небесный. Ты видишь наши нужды, Господь, Ты знаешь, что на этой земле, Господь, мы переживаем различные трудности и испытания, но Ты даешь силу нам, Господь, проходить через все это и совершаешь в нашей жизни, Господь, чудеса. Я молюсь тебе о тех, кто может быть болен сегодня раком, и у них нет никаких шансов на исцеление, и врачи, Господь, возможно, ставят уже неутешительный диагноз, но Ты создал нас. И во имя Иисуса Христа, Господь, пусть Дух Твой, Господь, Дух жизни, Он прикоснется к этим людям, и раковые клетки умрут и уйдут, и пусть каждый, Господь, кто в этом имеет нужду, будет исцелен. Сегодня многие попадают в алкогольную зависимость, в наркозависимость, Господь, разрушаются судьбы, разрушаются судьбы, которые Ты приготовил для этих людей, Отец мой Небесный. Мы просим Тебя, чтобы с силой Твоего Святого Духа, Духа жизни, всякая зависимость, она была разрушена и ушла во имя Иисуса Христа, и чтобы пришла свобода к этим людям. Мы молимся, Господь, о тех, кто нуждается в спасении. Мы молимся, Господь, и присоединяемся к молитве тех людей, которые молятся сегодня за своих сыновей, дочерей, за своих родных и близких. Ты Бог спасающий, Ты Бог милующий, и мы ходатайствуем, Господь, за этих людей у престола Твоей благодати во имя Иисуса Христа, нашего Господа и нашего Спасителя. Мы, Господь, провозглашаем спасение, исцеление, восстановление во славу Твою. Аминь. 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 Алекс, большое спасибо и за молитву, и за опыт. Надеюсь, мы еще встретимся здесь, в этой студии, чтобы прославить нашего Господа. Ну и пусть Господь благословляет Тебя, Твою семью. Спасибо. Принимаю. И сына, и дочку, и жену Таню. Пусть Божье благословение всегда покоится на Тебе и на Твоей семье. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен и Вам, и Богу за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить, если у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей программе, пожалуйста, позвоните нам по телефону 916-254-8182. Это была передача молитва передвигающая горы. До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит, хранит и обнимает Вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...